Что же нам делать? Что же нам делать? Вы обманутые люди. От этого вам мало пользы. Вы должны слушать голос Иисуса. Иисус назвал себя добрым пастырем. И голос этого доброго пастыря вы должны слушать. Я в слабости моей могу лишь оказать небольшую услугу в том, чтобы голос Иисуса, доброго пастыря моей души, достиг слуха. Если мы сейчас будем беседовать на тему «Что же нам делать?», то особенно важно, чтобы вы позволили Иисусу самому беседовать с вами. Чтобы вы слушали голос Иисуса. Оставьте свое ветхое неверие. При должности молодежного пастыря еще некоторое время был попечителем душ в большой больнице. Однажды я стоял перед дверьми одной из палат и уже собирался постучать в нее, как вдруг через длинный коридор ко мне подбегает молодая сестра и говорит «Пожалуйста, не заходите в эту палату, господин пастор». Но почему же, спрашиваю я, этот господин категорически отказывается от того, чтобы его посетил пастор. Он определенно не хочет, чтобы вы к нему приходили. Он вас выгонит. При этом она указала на табличку с его именем на дверях. Я прочел имя одного знакомого предпринимателя, которого я знаю по рекламе. «Сестра, — объясняю я ей, — мои нервы уже давно стали железными, и я постучал. — Войдите, — прозвучал сильный мужской голос. Я вошел в палату. В постели лежал старый господин с седыми волосами. — Добрый день, — сказал я, — я пастор Буш. — О, — ответил он, — я много слышал о вас. — Вы можете меня посещать, — превосходно обрадовался я. А он добавил, — но с вашим христианством оставьте меня в покое. — Какая неудача! — улыбнулся я ему. — А я как раз об этом хотел с вами поговорить. — Исключено, — отмахнулся он. — Этот вопрос для меня окончательно решен. — Знаете, еще мальчишка, и меня пичкали псалмами, но я приобрел собственное мировоззрение, основанное на учении Дарвина Геккеля и Ницше. Тут я покраснел. Так я, к сожалению, довольно быстро раздражаюсь и налетел на него. Послушайте, пожилой человек, если бы шестнадцатилетний юноша мне сказал, например, что он своим пророком избрал Ницше, то я бы улыбнулся и подумал, ну да, это переломный возраст. Ты еще поймешь, что современные философы уже сами не верят в своих старых пророков. Но когда такие вещи говорит такой пожилой человек, стоящий на грани вечности, это ужасно. Вы же смертельно больны. Не хотите ли вы и пред Богом предстать с такой бессмыслицей? Помилуйте. Он смотрит на меня с удивлением. Для него этот тон был совершенно неожиданным. И тогда я спохватился. Стоп. В больнице тебе нельзя взрываться. Здесь ходят в бархатных тапочках. И вдруг меня объяло глубокое сочувствие к этому бедному человеку. Я переключился на первую скорость, и, несмотря на его первоначальный протест, стал рассказывать ему об Иисусе, который хочет быть его добрым пастырем. Он глубоко вздохнул. Да, это было бы хорошо. Но что же мне делать со своим мировоззрением? Что же мне бросить за борт все то, во что я верил всю свою жизнь? Ну, конечно же, — воскликнул я радостно. Дорогой мой, бросьте за борт все то, что перед лицом вечности, вам все равно не пригодится. Бросьте все за борт сегодня, не оставляйте это на завтра. Все равно с вашим ветхим неверием невозможно правильно жить и, умирая, спастись. И тогда предайте себя в руки Сына Божьего, который умер за вас и вас искупил. Этот Спаситель хочет стать и вашим Спасителем. Тут зашла сестра, она удивилась, увидев нашу задушевную беседу, и дала мне знак. Я понял, что настало время уходить. Я крепко пожал руку старому господину и тихо вышел из палаты. Не знаю, принял ли он Иисуса. Ночью он умер. Знаете, тогда меня поразило то, что даже образованные люди карабкаются по земле с Дарвином, Геккелем и Ницше. И благодаря такому ветхому неверию лишают себя вечного счастья. Поэтому я вас прежде всего прошу, бросьте за борт все ваши ветхие тезисы, которыми вы обосновываете свое неверие. Прочь с этим. Ваше ветхое неверие не стоит и гроша. В Библии написано «Один Бог» и «Один посредник между Богом и человеком», а именно Иисус Христос. Однажды я сидел напротив одного мужчины. Знаете, я такой парень, как трехстворчатый шкаф. Я его в душе всегда называю полосатым, потому что он носил полосатый пуловер, но его звали совсем иначе. Его жена погибла при бомбежке. Двое его сыновей погибли на войне. Бедный человек. Я решил его посетить. Но стоило мне только сесть, как он сразу предупредил. Господин пастор, только оставьте меня в покое с вашим христианством. Я так много пережил, что больше ничему не верю. Тогда я рассмеялся и сказал, этого я себе представить не могу. Скажите-ка, господин полосатый, в действительности его звали иначе, вы иногда ездите по железной дороге? Да, ответил он. Я говорю, тогда вы, наверное, каждый раз подходите к машинисту и требуете, чтобы он показал вам свое свидетельство на вождение. Нет, нет, ответил он. Могу же я поверить управлению железной дороги, что их машинисты... Как? Удивляюсь я. Вы входите в вагон, не убедившись в том, что этот парень впереди может водить локомотив? Ну, послушайте, господин полосатый. Если кому-нибудь доверяешь свою жизнь, то это же вера. Не говорите мне теперь никогда, я ничему не верю. Но говорите, я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги. Потом я спросил его. Господин полосатый, вы иногда ходите в аптеку? Да, утвердил он. У меня часто головные боли, тогда я в аптеке беру порошки от мигрени. Но, говорю я, господин полосатый, иногда аптекари нечаянно вместо лекарства выдают яд. Вы же, видимо, прежде проверяете этот порошок от мигрени? Нет, отвечает он. Такой опытный аптекарь кое-что понимает в этом. Он же не обманет меня? Как, удивляюсь я. Вы глотаете лекарство, не проверив? Вы доверяете аптекарю свою жизнь? Вы принимаете его лекарства просто так, доверяя ему? Вот это вера! Милый господин полосатый, никогда не говорите мне больше, я ничему не верю. Но, говорите, я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги и аптекаря. И так я продолжал. Вы понимаете, обнаружилось еще многое. И так я ему сказал. Смотрите, однажды мне в жизни встретился посланник Бога, который воскрес из мертвых и имеет на руках раны от гвоздей, которые провозглашают то, что он меня возлюбил до смерти. Никто во всем мире не сделал для меня столько, сколько Иисус. Никто не достоин такого доверия, как Иисус. Думаете, Иисус когда-нибудь лгал? Нет, пожалуйста, такое свидетельство я бы не дал ни одному человеку, только Иисусу. И когда я это признал, то сказал, я хочу свою жизнь доверить Иисусу. Тогда мой собеседник спросил меня, неужели это так просто? И я сказал, да, это так просто, господин Полосатый, так просто. Вы верите всем направлениям, всему что угодно, только одному, кому действительно можно верить. Вы не хотите верить. Бросьте за борт все ветхие основы вашего неверия и верьте свою жизнь, господин Полосатый, Господу Иисусу. Однажды я перед сотнями юношей сказал, я назначаю премию в миллион марок тому, кто мне укажет раскаившегося в том, что принял в свою жизнь Иисуса. У меня не было миллиона марок, но я мог спокойно их назначить, потому что не существует человека, который бы в этом раскаивался. Но я знаю массу людей, которые раскаивались в том, что они этого не сделали. Поэтому кончайте с вашим ветхим неверием. Поверьте тому, кто для вас сделал все. Это дело решается между Ним и вами. Для этого нужно уединиться и сказать в тиши. Господь Иисус, сего дня я хочу принадлежать Тебе. Вам следует покончить со своей сомнительной самоправедностью. В Библии написано, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Многих людей возмущает это место, и они говорят, но я не грешник, я же не преступник. Им я теперь заявляю, вы лжете. Это вам следует сказать в день он и самому Богу. Я не грешник, я соблюдал все твои заповеди. Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая себе внушает, будто все в порядке вещей. И наоборот, все в полном беспорядке, все. Несколько лет тому назад у меня была беседа с одним молодым человеком лет двадцати, которую я никогда не забуду. Однажды я его встретил и говорю, мой милый Гайенс, я тебя больше не вижу на наших библейских занятиях в молодежном кружке. А он мне отвечает, знаете ли, господин пастор, Я за это время взвесил все обстоятельства. Вы постоянно говорите об Иисусе, который умер за грешников. Но мне не нужен козел отпущения, который бы за меня заступился. Если я что-то сделал не так, если существует Бог, то я перед Ним и буду нести ответственность за это. Ведь смешно, чтобы я нуждался в каком-то спасителе, который умер за меня. Я возразил ему, хорошо, дорогой, и так ты хочешь перед святым Богом сослаться на закон? Это ты можешь. Ты можешь пренебречь Иисусом и сказать, я перед Богом ссылаюсь на закон. Но, дорогой мой, уясни себе, пожалуйста, во Франции судят по французскому закону, в Англии по английскому закону, а перед Богом по Божьему закону. Милый мой, я желаю тебе, чтобы ты не приступил ни одного закона, иначе ты погиб. До свидания. Подождите, сказал он, но ведь дело не будет рассматриваться так тщательно. А, возразил я, как ты себе представляешь святого Бога? Представь себе, что я пятьдесят лет прожил хорошо и порядочно, а потом однажды за три минуты я что-то стянул. Это выясняется, и я предстаю на суд. Итак, я стою перед судьей и объясняю. Господин судья, не будьте же мелочным. Пятьдесят порядочных, безнаказанных лет и три минуты воровства. Разве это можно сравнить? Можно ли быть таким мелочным, господин судья? Ты себе это можешь представить? Тогда судья ответит, подождите-ка. Я не говорю о ваших пятидесяти порядочных годах, но я говорю о тех трех минутах, в течение которых вы совершили кражу. Закон вас обвиняет по этому делу. Если уж так поступает земной судья, то Бог и подавно. Думаете, вы безвинны перед Богом? Думаете, вы не нуждаетесь в прощении грехов? Думаете, что вы не грешник? Ах, кончайте же со своей сомнительной самоправедностью и ищите Господа, Который умер на кресте за ваши грехи и искупил вас. Примите его, исповедуйте Ему ваши грехи и скажите, Господь, я приношу Тебе себя и всю свою неправедность. Окажи мне свою милость, омой меня своей кровью. Сделайте решительный шаг. Для того, чтобы вам было ясно, что я имею в виду, Я лучше всего расскажу вам еще одну историю. Это было в самом начале нацистского рейха, Когда мне пришлось иметь дело с одним из высокопоставленных лиц. Я со страхом и трепетом шел к этому человеку, Так как пасторы авторитетом не пользовались. Но, к моему удивлению, Этот человек меня не только не выгнал, но и приветливо выслушал. Когда дело было окончено, я спросил его, Послушайте, со мной очень редко бывало, Чтобы люди, подобные вам, Относились ко мне приветливо. Я вас хочу за это поблагодарить. И потому что вы со мной так славно обошлись, Я хочу сделать большой подарок. Я хочу вам рассказать свою весть. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал сына своего единородного, Дабы всякий, верующий в него, Не погиб, но имел жизнь вечную. Он посмотрел на меня и объяснил, Вы мне можете дальше не рассказывать. Мои родители, Благочестивые верующие люди, Ваша весть мне знакома со времен юности, Но... Он положил на стол большой белый лист бумаги, Взял в руки карандаш, И посреди белого листа провел черту, Продолжив. Видите ли, господин пастор, Я все знаю. Я знаю и то, что если бы мне захотелось, То мне пришлось бы перейти через границу, Подобно той, какую я здесь начертил. Мне нужно было бы перешагнуть через линию. Я стою совсем близко от той границы, При этом он указал на линию. И мне следовало бы отважиться На решительный шаг. Затем он сказал, немного смутившись, Но это мне не позволяет Мое положение в обществе. Я ушел очень огорченный. Его давно нет в живых. Положение в обществе Не спасет его в вечности. Но он осознал, Если я хочу в царство Божие, То мне нужно перешагнуть через границу. А у вас есть для этого мужество? О, оно окупится! Иисус ожидает вас С распростертыми объятиями. Совершите этот решительный шаг Через границу в распростертое объятие Иисуса. Порвите с явным грехом Я знаю одного человека, который изменяет своей жене. Когда это обнаружилось, я ему сказал, Вы изменяете своей жене? Вы делаете свою жену несчастной? Вы погибнете навеки? А он мне ответил, чепуха. Я вам поясню. Моя жена меня не понимает. И он пустился в объяснение, Хотя при этом он точно знал, что грешит. Есть люди, которые живут в ссоре и говорят, Мой противник начал ссору. Ссора вообще существует лишь тогда, Когда ее начинает другая сторона. Никогда еще ни один человек не начинал ссору сам. Не правда ли? Всегда начинает другая сторона. Но я хочу вам сказать, Что в очах Божиих ссора не лучше убийства. Почему вы не прекращаете? Что же мне делать? Спрашиваете вы. Я вам на это скажу. Порвите с явным грехом. Остановитесь же и спросите, Что в моей жизни не в порядке? С чем же мне, собственно, следует порвать? Определить это вам будет совсем нетрудно. Вы думаете, Иисус окажет вам милость, Если вы будете продолжать сознательно грешить? В Библии написано, Покайтесь. Блудный сын порвался своей прежней жизнью. Вы можете прийти к Иисусу такими, как вы есть, Обремененными и неверующими. Но вам нужно порвать со всем, Что ведет вас к погибели, О чем вы точно знаете, что это грех. В многочисленных письмах, которые я получаю, Люди постоянно возмущаются и пишут, Вы судите уж слишком строго, То и то вовсе не грех, И часто называются вещи, О которых я не говорил. На основании этого я делаю вывод, Что наша совесть восстает против господства Иисуса Христа в нашей жизни. Послушайте, Вы не достигнете живой веры И не сможете в живой вере находиться, Если у вас нет мужества Предать свою жизнь Иисусу так, Чтобы действительно покончить со всем, С чем следует покончить. Порвите с явным грехом. Беседуйте с Богом Вы умеете молиться? Возможно, вы умеете бормотать В изубренный стишок, А молиться? Тогда знайте, У многих такое понятие о молитве, Что если бы у меня были волосы, То они поднялись бы от удивления. Недавно я был в одном доме, И мать говорит, Да, мы тоже добрые христиане, Иди-ка сюда, Кларочка, Мать требует от своей четырехлетней дочери, Ты же так хорошо молишься, А ну-ка расскажи пастору какую-нибудь молитву. И ребенок начал, Но я быстро его прервал. Достаточно. Не надо рассказывать пастору Какую-нибудь молитву. Во имя всего в мире, Пожалуйста, прекратите. Это же не молитва. Молиться означает Разговаривать с живым Богом, С незашедшим к нам в Иисусе, И злить ему свое сердце. Вы уже когда-нибудь так молились? Один английский епископ по имени Робинзон Написал ужасную книгу Иной Бог. В ней он говорит, что современный человек Вообще больше не может молиться. С этим я, конечно, согласен. Но это же свидетельствует не против молитвы, А против современного человека. Не правда ли? А епископ хочет все христианство перевоспитать, Потому что современный человек Больше не может молиться. В таком случае я бы, напротив, сказал, Пусть современный человек Лучше снова научится молиться. Попробуйте однажды помолиться. Даже если вы просто скажете «Господи, помоги мне найти Тебя» Или «Господи, спаси же меня» Или «Господи, приведи меня к истинной вере» Или «Господи, прости мне мои грехи» Только начните. Невозможно сразу молиться красноречиво. Возможно, некоторые пасторы красноречиво Молятся с книгой в руках, Откуда они считывают. Но вовсе не нужно, Чтобы мы красноречиво молились. Главное, чтобы мы вообще начали Действительно говорить с живым Богом. Начните же. Тогда вы научитесь молиться. Знаете, вера — это задушевное отношение Между Господом и мною. И тогда без беседы не обойтись. Не правда ли? Тогда я разговариваю с ним, А он разговаривает со мной. Итак, я подошел к следующему вопросу. Читайте Библию. Как же Бог говорит с человеком? Он говорит через Библию. Поэтому вам обязательно нужно читать Библию. Библию сейчас уже ни один человек не читает, Думаете вы? Да, к сожалению. Однажды я слышал такое объяснение. Евангельские христиане при праздновании Дня Реформации Всегда поют гимн Лютера «Надежное прибежище». Кончается он так. Пусть слово стоит непреложно. И вот христиане поставили его на книжную полку И не прикасаются к нему, Но думают, вот оно стоит, хорошо и верно. Но Лютер-то имел в виду вовсе не это. Заходя в дома, я часто слышу «Да, господин пастор, У нас даже есть старинная Библия 1722 года Нашей прабабушки, И мне приносят такую книжицу, Которую явно никто не читает. При всем глубоком почтении к старинным Библиям Я вам советую. Купите маленький Новый Завет. Некоторые из них меньше моей руки. Существуют прекрасные издания Нового Завета. Купите себе такое современное издание. Затем отведите ежедневно определенное время Для того, чтобы его читать. И внимайте, ведь Сам Иисус разговаривает с вами. Возможно, встретятся места, которые вы вовсе не понимаете. Но читайте спокойно дальше. Своей молодежи я всегда объясняю так. Один фермер из Бразилии мне рассказывал, Что когда он туда приехал, Ему выделили участок земли, На котором рос дремучий лес. Ему пришлось спиливать деревья, Выкорчевывать пни и убирать камни. И вот настал день, Когда он запряг двух валов И смог начать пахать. Но не сделал он и трех шагов, Как плуг застрял. Что же сделал фермер? Пошел домой? Взял динамит? И взорвал камни вместе с плугом и валами? Нет. Он обошел плугом камень И продолжал пахать. Когда он закончил, То все выглядело довольно плачевно. Но он посеял И кое-что пожал. Когда он пахал в следующем году, Дела шли несколько лучше. Ему пришлось снова выкорчевывать пни, Но стало определенно лучше. А при третьей вспашке Дело пошло и того лучше. Так вам следует читать Библию. Только начните же. Если вы что-нибудь не поймете, То пока пропустите это место. Только продолжайте. И вот сразу в первых главах Нового Завета Вам встретится слово, Которое гласит Иисус спасет свой народ От греха. Вы скажете, Ну, это мне понятно. Это подходит мне. Таким образом, Позвольте Богу Разговаривать с вами Посредством Библии. Ежедневно Находите время для слова Божьего. При этом просите, Господи, Просвети же меня. Помоги же мне понять. Освети мое сердце, Мой разум, Мою душу. И еще хочу добавить. Не позволяйте никому Внушать вам неприязнь к Библии. Библия – великолепная книга. Не существует Более актуальной И волнующей книги, Чем Библия. Молодым солдатом в Первую мировую войну Я однажды находился в разведке. Был вечер, Начало смеркаться. Я сидел на краю ущелья. Вдруг в сумерках Я увидел трясущуюся вдоль просеки Вражескую полевую кухню. Мы даже не ожидали, Что по этой просеке можно проехать. Но эта полевая кухня, Не дождавшаяся наступления темноты, Выдала нам подступ Во вражеские расположения. Если там проезжает полевая кухня, То там же пройдет и пехота, И колонны с боеприпасами. Здесь находится подступ к врагу. Что же мы сделали? Может быть, Мы решили поберечь просеку И ни в коем случае Не открывать по ней огонь? Напротив, Именно эту просеку Мы всю ночь держали под обстрелом. Послушайте, Библия Является подступом Путем транспортировки Продовольствия и боеприпасов Божиим путем Подкрепления христиан. А дьявол Так хитер, Что берет этот путь Божий Под свой обстрел. И какой-то глупый мальчик Пренебрежительно говорит, Ба, какая книга! А самые умные профессора Доказывают, что Библия Всего лишь творение рук человека. Вы понимаете? В этом все единодушны Открыть по Библии Заградительный огонь. Но если вы хотите быть Детем Божиим, Хотите получить спасение, То вам не следует Обращать на это внимание. Не позволяйте Никому Внушать вам неприязнь К Библии. Библия говорит, Что она написана Людьми, Которые были Исполнены и просвещены Духом Святым. Если вы будете читать Библию, То скоро заметите, Что в ней Другой Божественный Дух. Однажды Некто пожаловался мне, Для меня Слово Божие Совершенно мертво. Я очень хочу получить спасение, Но Его Слово Мне ни о чем не говорит. Я ответил Ему, Просите Духа Святого у Бога. Просите, если нужно, Ежедневно, В течение четверти года, Господи, Даруй мне Духа Святого, Чтобы мне понять Слово Твое, Чтобы я мог ожить в вере. Поверьте мне, Бог ответит вам Совершенно определенно. Слово Твое, А теперь Я хочу вам сказать Последнее. Находитесь Под Словом Божиим. Идите туда, Где вы можете слышать Чистое Слово Божие. Я своевременно хочу сказать, Что сегодня существуют Кафедры, С которых проповедуют Разбавленные Евангелия. Да бы я не пошел, Ибо интересуюсь Радостным напитком Евангелия, А не каким-то суррогатом. Вы сразу поймете, Проповедуют ли вам Радостную евангельскую весть, Или нет. Везде есть пасторы, Проповедники, И люди, Которые могут Возвещать Евангелие. Но вы Идите под своды Слова Божьего. Держитесь тех, Которые желают Его слушать В любых обстоятельствах. Недавно мне Некто сказал, Вы знаете, Я индивидуалист. На это могу Только ответить. Вам не устоять В живой вере, Если вы не будете Иметь общение С христианами, Если не будете Ходить туда, Где проповедуется Слово Божие. В заключение Я хочу рассказать вам Об одной старой женщине, С которой я однажды Познакомился. Она жила в пригороде, Который сегодня Слился с Эстином. Однажды она Прочитала в газете, Что в Паулус-Кирхе Название церкви Будут представлены Два новых пастора. Тогда она говорит Своим подругам. Это всегда Большое событие В Эстине. Пойдемте, Сходим туда. Они отправились Через поля в Эстин. Путь до Паулус-Кирхи Был длинным. Когда они прибыли, Огромная Паулус-Кирхи Была наполнена До отказа. Они встали Позади всех. И вот Представляют Одного пастора Юлиуса Даммана, Который пользовался В Эстине Большим авторитетом. Женщина рассказывала, Юлиус Дамман Взошел на кафедру Впервые И прочел Слово. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего, Чтобы все, Уверовавшие в Него, Не погибли, Но имели жизнь вечную. Затем он наклонился вперед И сказал Из сотен тысяч слов Библии Я ни одного так не боюсь, Как слово Погибель. Можно на веки погибнуть, Не призывая Бога. А это Ад. Я была тогда молодой девушкой И стояла в большой церкви У самого выхода. Больше я ничего не слышала. Меня как молнией пронзило. Ведь я же тоже погибшая. Я же не имею мира с Богом. Мне же не прощены грехи. Я не дитя Божие. Я погибла. Домой я шла, Как во сне. Через три дня Отец меня спросил Ты болеешь? Тогда она пытается Объяснить все родителям. Ты не в своем уме. У тебя больные нервы. Никому из людей Она не смогла тогда объяснить Своего смертельного страха. Я погибла. Я желаю вам всего доброго. И несмотря на это, Вернее, именно поэтому Я вам желаю Такое пережить, Чтобы вы познакомились С действием Духа Святого И узнали, Что это такое Я погиб. Дальше она рассказывала Четыре недели Я ходила совершенно Ни к чему не способная. Но вот я прочитала, Что пастор Дамман Снова проповедует. И снова я побежала в Эссен. Всю дорогу я молилась. На ум мне пришла Только одна молитва. Один стих из гимна. Лишь одно, Господь, Мне нужно. Научи познать тебя. Остальное Все тяжелым Давит бременем меня. Эту молитву Она произносила всю дорогу. И вот она дошла До Паулоскирхи. Проповедует Дамману. Все вокруг переполнено. Ей опять не достается места. И она вынуждена Стоять позади. Она еще раз произносит. Лишь одно, Господь, Мне нужно. Научи Познать тебя. Затем она открывает Гимн, Который уже начали петь. К своему удивлению, Она увидела как раз Тот гимн. Лишь одно, Господь, Мне нужно. Она подумала, Если это все Молитвенно поют, То должно же Что-то произойти. Затем пастор Дамман Встает за кафедру И читает текст Из Евангелия От Иоанна. И Иисус Говорит, Я есмь Дверь Кто мною Войдет, Тот спасется. Аминь. Она рассказывала, Теперь я Второй раз Была в церкви И опять Больше ничего Не слышала, Как только Это слово. Потому что В то мгновение Мне стало ясно Иисус Воскресший Дверь в жизнь. И я вошла Этой дверью. Я больше Ничего не слышала От этой проповеди, Но мне Этого было достаточно. Я вступила В жизнь. Я часто Рассказываю Эту историю, Когда встречаю Людей, Которые мне говорят, Ах, я в церковь Не хожу, Я не могу Выносить этого воздуха, Лучше пойду В зеленый лес, Где птички поют И деревья шелестят. Тогда я возражаю. Эта женщина Никогда бы Не пришла К живой вере, Если бы Не пошла Послушать Слово Божие. Что же Нам Делать? Оставьте Ваше Ветхое Неверие. Оставьте Вашу Сомнительную Самоправедность. Сделайте Решительный Шаг. Порвите С явным Грехом. Беседуйте С Богом. Читайте Библию. Идите Подсень Слова Божия. Решительное